Анатолий Анатольевич, я вас приветствую. Добрый день. Анатолий Анатольевич, в рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве в начале октября, если я не ошибаюсь, вы подписали документ о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства России и Национальным союзом оленеводов страны. Скажите, что в рамках этого документа нас ждет оленеводов страны и, в частности, республики? Я в марте месяце был избран на четвертом съезде оленеводов России президентом Национального союза оленеводов. Этот съезд у нас в Якутске состоялся. Ну и, конечно, до сего времени проведена определенная работа. Во-первых, у нас, так как, значит, старый союз распался, заново мы зарегистрированы и получили такое новое название по аналогии всех отраслевых национальных союзов. Мы зарегистрировались только в августе месяце. Ну и за этот период была встреча с руководством Министерства сельского хозяйства, с департаментом животноводства. И была достигнута договоренность, чтобы в торжественной обстановке во время открытия традиционного ежегодного, значит, мероприятия, выставки всероссийской о подписании такого договора с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Но должен был подписать сам министр Александр Николаевич Ткачев, но он сопровождал Медведева, председателя правительства, поэтому мы подписали это соглашение с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации с непоклоновым Евгением Анатольевичем. Но это соглашение, договор, конечно, в основном носит такой характер взаимовыгодного сотрудничества без никаких либо финансовых обязательств. Они заранее поставили нам условие, что первое соглашение давайте пока заключим так. Но, конечно, у нас в связи с распадом Советского Союза фактически в Министерстве сельского хозяйства России нет структуры, которая непосредственно занималась бы вопросами, проблемами оленеводства. Поэтому, конечно, была достигнута договоренность, что мы, значит, Национальный Союз Оленеводов создаем свою исполнительную дирекцию. Для этого, конечно, надо привлечь определенные финансовые ресурсы с оленеводческих регионов России, крупных компаний. И вот эта исполнительная дирекция непосредственно тесно будет работать с департаментом поживотноводства, в котором, значит, закреплена отрасль оленеводства как отрасль сельского хозяйства. Это, прежде всего, обмен статистической информацией и участие Национального Союза в выработке политики в области северного домашнего оленеводства, проведение, значит, совместных семинаров, различных курсов, мероприятий, где они нас будут включать. Ну и, конечно, Национальный Союз Оленеводов должен принять участие в выработке государственной политики, стратегии в области оленеводства, включая при принятии определенных подзаконных актов правительства Российской Федерации, мы также должны принять участие. Вы принимали также участие в парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации на тему реализации стратегии государственной национальной политики в части обеспечения прав коренных малочисленных народов севера. Скажите, вот в этой области каково Ваше видение? Да, буквально 10 дней назад состоялось заседание Комитета по федеративному устройству региональной политики по местному самоправлению по делам Севера, это Комитет Совета Федерации, но и на эти парламентские слушания также были приглашены представители правительства Российской Федерации, министерства сельского хозяйства, министерства природных ресурсов, агентства по национальной политике, ну и соответственно депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, где с информацией выступил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Григорий Петрович Литков, он с Ямала-Ненецкого автономного округа, который, в общем-то, пытался раскрыть в законодательном порядке, значит, какие проблемы в области, значит, реализации прав коренных малочисленных народов Севера. Ну и одним из первых, значит, когда, значит, ведущий, первый заместитель председателя этого комитета, Киричук Степан Михайлович дал слово мне. Ну я старался довольно-таки, значит, выступить остро, потому что очень много нерешенных проблем именно в области оленеводства, а это этносохраняющая отрасль народов, коренных малочисленных народов. Поэтому, конечно, вся политика, которая ведется у нас и в Республике, и в Российской Федерации, это сохранение уникальной культуры, сохранение языка, традиционного образа жизни, быта коренных малочисленных народов, все зависит в конечном итоге от уровня, степени развития этносохраняющего отрасли оленеводства. А какие вот основные вопросы, проблемные именно поднимались? И как мы смотримся на фоне других регионов? Ну я пытался, конечно, очень остро поднять вопрос о безвозмездном предоставлении оленей пастбищ. Ну у нас, значит, на сегодня существует ряд разночтений федеральных законов, кодексов и так далее. Если, значит, федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, в нем говорится, что, значит, земли в территориях традиционного природопользования и хозяйствования, оленей пастбища должны выделяться безвозмездно. Но в то же время федеральный закон об обороте сельскохозяйственных земель, там говорится о безвозмездном предоставлении, и то, значит, в качестве аренды всего лишь на 5 лет, значит, здания и сооружения, которые находятся в оленях пастбища. И также, значит, земельный кодекс Российской Федерации, это основной документ, значит, который относится к пастбища и сенокосы и другие сельскохозяйственные угодья. Там говорится, значит, также о зданиях и строениях, которые находятся в местах выпаса оленеводческих, значит, бригад. Аренда сроком на 10 лет. Наше, значит, государственное собрание Юлтумен, мы в декабре, еще вот депутаты 5-го созыва, обратились в Государственную Думу, Совет Федерации, чтобы убрать эти разночтения. И, конечно, оленеводам надо безвозмездно предоставить, значит, использование оленеводческих пастбищ. Так как для одного оленя минимум, значит, надо в год 100-120 гектаров земли. Если у тебя, значит, стадо поголовьем всего лишь тысячи голов, то надо платить порядка, значит, 100-120 тысяч рублей. А если 10 тысяч, миллион 200 и так далее. Это очень большая сумма для оленеводов. Вот там, значит, с Красноярского края наши коллеги выступали. Там в свое время, в 90-х годах, олене пастбище в Таймырском, Долгано-Ненецком, в Венкинском национальных округах выделили, значит, оформили под земли промышленность. И промышленные структуры сейчас им предъявляют арендную плату в год, значит, одному хозяйству порядка до 100 миллионов рублей. Это вообще какой-то парадокс. Если в Российской Федерации, конечно, не решится вопрос о безвозмездном предоставлении пастбищ, то это будет, конечно, большой трагедией для всего оленеводства, так как основа оленеводства – это все-таки пастбище. Скажите, а в чем уникальность оленеводства и вот как в сложных условиях Севера сохранить этот традиционный уклад жизни, на Ваш взгляд? – Традиционный уклад жизни, конечно, чтобы сохранить нам эти уникальные народы. По всей Российской Федерации 247 тысяч проживает наших коренных малочисленных народов. В нашей республике более 40 тысяч человек. И чтобы сохранить эти народы, конечно, очень важно развивать ведущую, исконную, традиционную отрасль народов оленеводства. А чтобы развивать оленеводство, конечно, самый главный аргумент – это чтобы кочевала семья, чтобы женщина была обязательно в оленеводческом стойбище, в стадии. Вот пример Ямало-Ненецкого округа. 700 с лишним тысяч январского поголовья – это если по России 1 650 000 голов оленей, то более 700 000 содержатся в этом округе. Потому что они сохранили основу семейного проживания в стадах. Там 15 тысяч оленеводов и 7 тысяч женщин кочуют в стадах. А у нас в республике раз-два и общался, где женщина в круглый год кочует со стадом. И старики, и бабушки, и дедушки, и малолетние дети должны кочевать со стадом, развивая, осваивая уникальную традиционную культуру, образ жизни. Ну и сохранение языка, возможно, только проживая в оленеводческом стаде семейный такой традиционный уклад. Так а в чем проблема тогда? Почему у нас женщины сохранятся? Ну проблема, конечно, мы в советское время, может быть, создали такие условия. Детей загнали в интернат, всем оленеводам выделили квартиру. Ну и, конечно, если человек преодолевает подростковую среду, возраст, проживая в поселке, то он не хочет обратно идти в оленеводство. Ну и, конечно, определенные условия жизни и быта надо создать. Значит, все достижения, значит, науки, техники, это и солнечные, ветровые электростанции, чтобы в стадах нормальное жилье было, чтобы семьи там, проживая, значит, пользовались всеми благами, достижениями науки и так далее. Анатолий Анатольевич, наше эфирное время, к сожалению, завершается. Я благодарю вас за содержательную беседу. Желаем вам удачи. Ну я только начал было раскрываться и время закончится. Обязательно. На нашем телезрителе я напоминаю о том, что у нас в гостях был первый заместитель председателя Государственного собрания ЛТУМЭН, президент Национального союза оленеводов России Анатолий Добрянцев. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.